интернет мы вам здрасте мы снова рады приветствовать все кто смотрит это видео мы приветствуем всех на канале рулем лайф друзья наш сегодняшнюю тему задает александр ганин поэтому я с радостью передаю ему слово смотрим и слушаем александра ганин привет интернет сегодня такая тема у нас собственно говоря и интересная и с одной стороны тяжелая давно я хотел то есть записать это видео но тут меня навеяла мысль вообще чтобы записать это видео все таки а вот есть такая передача программа домика по и тут я смотрел недавно эту передачу и там как раз разговаривали на тему что девушка искала своих биологических родителей собственно говоря потому что ей уже поздно сказали о том что она не родная практически наверно в 40 лет и собственно говоря уже перед смертью сказала ей приемная мама о том что она не родная и о том что где-то есть родитель и поищи и поищи и так далее так вот и сегодняшняя тема на мой взгляд мы опять же моё оценность наслаждения моё личное мнение никому не навязываю но тем не менее я считаю что вот когда берут из дома малютки и говорю ну то есть не хотят говорить ребенку о том что он не родной и он приемный и я считаю что это неправильно по отношению к ребенку к данному человеку то есть вопрос в том что конечно скрывают тайное усыновление и так далее и родители тоже можно понять то что они воспитывают вкладывают то есть свои ресурсы время заботятся и так далее его боятся что как бы ребенок потом пойдет искать своих родителей пусть там будут алкаши там и так далее но якобы что ребенок будет все таки тянуться к родным родителям и не важно что они там воспитывались так вот я считаю что это все чушь собачья если же нужно говорить ребенку о том что вот он не родной вопрос только остается когда это лучше сделать в самом раннем возрасте или например когда исполнится 18 лет или ну то есть когда уже более зрелая психика потому что эта травма будет что я вам не родной неродна и так далее но опять же я считаю возможно в детстве вот это вот тему пережить гораздо будет проще а может быть и тяжелее но я бы все-таки брал позицию говорить уже в более старшем возрасте но хотя бы лет 14 16 да то есть говорить а лучше 18 когда вот все-таки 19 пройдет вот этот период который подростковый и все вот это вот это все переосмыслит человек что действительно а те родители которые приемные если они относятся к ребенку хорошо что он чувствует то что они любят что они заботятся он никогда не придат он будет общаться и поддерживать с ними взаимоотношения и считать именно их их за родителей а вот если он поймет ребенок и узнает что вы его обманули тогда он вас точно возненавидит проблема в том что да понятно что как бы тяжело сказать но дело все в том что если не скажете вы это может выясниться в любой момент понимаете всегда есть какая-то добрая соседка там не знаю в кавычках да то есть люди которые суют свой нос куда-нибудь туда куда не надо и говорят потому что ты как бы ну вот ты не родная ты не родной то есть а ты не знал и вот ребенок конечно в шоке даже в каком возрасте там в 30 лет а почему не сказали почему то есть это нечестно по отношению к ребенку далее даже учитывая что есть знакомые у меня которые категорически не хотят говорить что они взяли например ребенка и вот усыновили все и категорически против того чтобы ребенок знал кто его родители и вообще как вот это все но проблема то в том что есть разные сейчас аллергии и заболевания то есть когда это может случайно выясниться что группа крови не совпадает и так далее много факторов когда ребенок может узнать которого воспитывали от каких-то третьих лиц от сложившейся ситуации и потом будет гораздо больнее а а если еще к ребенку в детстве относились плохо то соответственно он будет очень жалеть об этом и вас ненавидеть о том что вы не сказали но если вы любили этого ребенка и впадали все он вас поймет и простит и всегда будет с вами на вашей стороне и я считаю что даже попробуйте помочь в поисках родителей биологических и ребенок на мой взгляд не отвернется я могу об этом говорить потому что я воспитывался в левизационном центре как я уже много раз говорил у меня в общем то в семье очень много и историй да у родственников и знакомых вот такую тему поэтому я знаю то о чем я говорю и вот на этом очень многие люди потом начинают искать а было уже поздно проблема в том что если человек чувствует себя брошенным и так далее он понимает хотя бы ну плохо относятся родители а он не понимает почему а он тоже не знает что как бы неродной ребенок и тогда потом ребенок уже вообще ему тяжело вроде как осознавать что родные родители относятся плохо потому что семьи есть разные поэтому мое оценочное осуждение что должен знать человек что он так будет лучше для всех что конечно всякие ситуации бывают то есть большинство я за то чтобы говорить правду и относиться как к родному действительно еще важно понимать если вы говорите ребенку о том что он вам не родной но он чувствует что он вас что вы его любите там целуете обнимаете там по покупаете подарки покупаете все что нужно внимание даете он будет радоваться что вот какая-то там мама кукушка или папа а все убросили меня а вот эти люди люди любят меня по-настоящему опять же то есть для того чтобы ребенок не ушел не не потерял связь нужно просто нормально относиться чтобы ребенок чувствовал что его искренне любят он нужен там в семье в этой не ради каких-то там привилегий там каких-то там вот я не знаю просто для статуса как бы просто человеческую вот эту любовь он должен чувствовать потом чтобы дарить ее своим детям а если есть люди которые берут и детский домов и ничего не вкладывают только лишь вот живут на пособие по вот этому такой под опекой вот и все и потом по барабану выпускаются дети и знаете как как кого-то карту меняют вообще даже не интересуются как че вообще как дети и набирают других просто как для средства заработка не для там души что вот семья вот так вот это вот тоже бывает очень обидно у меня на этом все мусорить я больше не буду как бы потому что я вроде как все сказал то что хотел на эту тему сказать больше не сказать ничего всем удачи всем пока берегите себя да будет с вами сила ну что же мы с вами посмотрели послушали сашу и теперь настало время мне высказаться по данной теме по данному вопросу на самом деле мне много есть что сказать по этому вопросу у меня часто возникают мысли подобные на эту тему но много всяких бывает мыслей по этому поводу дай бог мне сейчас все их не растерять сформулировать собрать в кучку и нормально высказаться по данной теме а вы знаете меня лично меня слава богу данная тема никак не касается я всю свою жизнь воспитывался в своей родной семье и никаких родственников там да либо близких каких-то друзей с такой проблемой у меня слава богу пожалуй пожалуй что слава богу да у меня нет но так или иначе за 41 год жизни есть какие-то наблюдения со стороны да те же я не знаю там какие-то истории друзей знакомых фильмы и телевидение интернет и прочее 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 и вы знаете когда я вижу подобные истории меня знаете вот больше всего я бы так даже сказал что меня этот бесит что меня это раздражает меня очень бесит и раздражает когда люди уже потом в сознательном возрасте совершеннолетие в сознательном возрасте люди из приемных семей да то есть вот он узнает о том но он там или она неважно человек в общем узнает о том что он из ну что он воспитывается в приемной семье и что где-то там есть его родные родители и этот человек начинает этих родных ради родителей разыскивать вы знаете меня это бесит вот честно меня это бесит раздражает сука блять зачем они тебе нужны зачем это люди которые тебя так или иначе предали они тебя бросили они тебя оставили они тебя сдали зачем ты их ищешь я вот я лично я на свой характер если бы не дай бог я бы стал сталкнулся с подобной ситуацией я бы не стал разыскивать своих родных родителей если они меня сдали если они меня бросили если они от меня отреклись то как говорится из сердца вон нахер и и из головы вон из сердца вон и до свидания зачем разыскивать таких собственно людей таких родителей даже учитывая то что эти люди тебе родные люди тогда твои кровные родители и так далее я не вижу в этом никакого смысла а значит сейчас опять же да попытаюсь собрать свои мысли кучу потому что много чего хотел сказать по этой теме и вот включил камеру и мысли растерял сейчас попытаюсь их собрать что касается момента по поводу того когда стоит об этом ребенку сказать да то есть вот если в вашей семье приемный ребенок если вы взяли ребенка из-за там детдома либо откуда-то когда стоит этому ребенку говорить о том что он вам не родной по моему личному мнению по моему личному мнению это нужно сделать как можно быстрее это нужно сделать тогда когда вы почувствуете то что ваш ребенок способен способен ну как бы он уже более-менее сознателен он способен к мышлению к размышлению к восприятию да то есть о чем я говорю ну понимаете люди все разные есть такие люди которые в 10 лет я не знаю там уже такие осознанные серьезные люди там уже хорошо учатся все там осознают здравомыслить и так далее вот такому человеку стоит об этом сказать а бывают люди которым там я не знаю там 12 14 лет а там еще вообще не бум-бум в поле ветер жопе дым там куклы играют и в машинке то есть да то есть ну опять же люди все разные так вот если как никогда настанет как раз таки вот такой момент когда человек будет осознанного такого вот возраста осознанного мышления уже нужно я считаю этому человеку знать о том что он воспитывается приемной семьи я почему потому что так вот уже сказал саша да а злые языки да и злые языки которые обязательно донесут а до него а эту информацию лучше сделать это вам родителям которые его воспитывают так будет гораздо лучше чем он узнает это от каких-то там не знаю соседей друзей школьников и прочее 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 поэтому тут конечно да понятно что вас могут опередить это все понятно да но по возможности нужно это сделать так чтобы об этом он узнал от вас а нет посторонних людей и и это будет на мой взгляд в таких случаях это проходит более безболезненно чем когда там какая-то баб бабка на улице либо какой-то там школьник либо кто-то как-то это все некрасиво злостно некорректно да скажет вашему ребенку этому человеку поэтому тут этот момент конечно тоже очень важен нужно просто как бы найти нужные слова нужно сказать что вот ну так вот донести нужно до ребенка да что вы его любите несмотря на то что он вам не родной вот и тогда все обязательно будет нормально что касается семей про которые тоже говорил александр ганин да где берут детей из детдома усыновлять и так далее ради какой-то там финансовые выгоды собственно и так далее к сожалению да такие семьи есть и их немало я лично такие семьи называю фермами это не что иное как ферма по взрачиванию детей к сожалению да в таких семьях в основном к детям относятся плохо к детям относятся как к рабам да то есть заставляют работать пахать как правило такие семьи живут в большом частном доме держат скотину держат огромный огород и вот они там эти дети все это дело пашут сеют убирают копают обихаживают моют стирают гладят и так далее это конечно беда с одной стороны может быть опять же да тут сложно говорить вот есть конечно же такие семьи большие где много детей и все они из детдома но при этом в этой семье все счастливы но это большая редкость потому что тут огромная работа этих людей до тех самых вот родителей которые собрали всю эту семью это огромная работа с моральной точки зрения да есть такие семьи которые при этом при всем счастливы да но такие в таких семьях умеют воспитывать детей да умеют то есть это семьи в которых да дети там помогают с огородом там мыть посуду убираться и так далее прочее 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 но а не заставляют делать да то есть они просто говорят что в них просто воспитывают помощников в них воспитывают если ты мальчики да их приучать к труду что вот надо помогать вот там по по физической части вот там скопать там да там что то сделать там evaluation переключить дров на колоте. Ну, вот что-то такое физическое, мужское. Это же ведь неплохо, когда в ребенке воспитывают вот это вот трудолюбие, вот эту вот помощь, что вот нужно помогать как бы по хозяйству. Это же все очень хорошо. Но главное, что делать это правильно. То есть объяснить, что вот это вот нужно делать, что так будет правильно, что вот помогать по хозяйству надо, да. А не просто вот как вот фермер, как я их называю. Вот иди и делай, вот ты обязан, вот ты должен, вот мы тебя взяли, вот иди, давай там вот это вот, иди, вот ты поши, а я буду лежать на диване, да, при этом. В правильных семьях родителей, где много древних детей и все работают, да, кто-то чем-то занят, там и родители тоже трудятся. Родители изначально подают примеры, показывают, что вот нужно делать, что нужно помогать, и это все очень хорошо получается, да. Они воспитывают, правильно воспитывают детей с правильным подходом, с правильной позицией, да. То, что ты, ну вот, то, что помогать, это хорошо, что вот смотри, нас ведь вот много, а у нас вот большое хозяйство, нужно же это все успевать, нужно же это все делать кому-то, да, а мы же ведь вот вдвоем там, мама-папа вдвоем с этим, с такой большой семьей же, ну, просто не справимся, да, физически, так далее. То есть это вопрос воспитания, да, вот. А те семьи, которые, как бы я опять же, да, называю фермами, да, тут, конечно, это все должно быть, за этим всем должны следить специальные службы, должна следить опека в первую очередь, да, должны следить все вот эти вот органы. Но, к сожалению, у нас не во всех случаях следят, не во всех случаях своевременно следят, не во всех случаях правильно следят, да. Много у нас в России, по крайней мере, есть примеров без, как сказать-то, ну, безответственная работа опекунской вот этой вот службы, очень много этого всего, к сожалению, в России, вот, и поэтому вот такие семьи, к сожалению, вот, которые я называю фермами, к сожалению, они возникают. Это, конечно же, очень плохо. Ну, а так, в целом, нет ничего плохого в том, чтобы взять ребенка из детдома, воспитывать его и как бы дать ему жизнь. Ну, представьте себе, да, вот, ребенок родился на свет, его предали, его бросили, у него никого нет. Его бросили собственные родители, его бросила собственная мать. И тут появляются люди, которые, ну, как бы, дают человеку жизнь, дают человеку крышу на голове, дают человеку кровь, дают человеку, как бы, жизнь, дают человеку правильное воспитание. И потом этот человек вырастает хорошим человеком и приносит дальше пользу обществу, пользу людям. Это же здорово, это же классно. Поэтому респект таким семьям, которые, ну, действительно берут детей из детдомов с последующим правильным воспитанием, а не просто вот как овощи, там они вот как стадо ради каких-то там, ради работы, ради того, чтобы он там пахал на этих родителей, дали, а они потом еще за это деньги получали, там опекунские, вот эти все выплаты и прочее, прочее, прочее. Это, конечно, да. Это полный пиздец. Ну, а возвращаясь к началу, да, вот где я говорил о том, что я не понимаю людей, детей, которые ищут своих родителей, которые их бросили, своих биологических родителей, опять же, вот еще раз повторюсь, да, я этого не понимаю и никогда не пойму. Но тут, тут есть все-таки один момент, понимаете? Вот тут еще очень играет большую роль то, как к человеку, к ребенку, да, относятся в приемной семье. Если человеку в приемной семье плохо, то тогда его желание найти биологических родителей, оно как бы становится понятным. Вот этот момент тоже, конечно, важен. Если человеку плохо в приемной семье, то тут, да, то тут можно понять, человек, тут ребенок еще, все равно, 18 лет все равно, это еще дети. Как бы тут можно понять, да, то есть человек начинает думать, а может быть в той семье мне было бы лучше, а вот он начинает копаться в этом, да, то есть он начинает анализировать, копаться, а вот может быть я найду своих родителей, а может быть мне в той семье будет лучше, да, то есть как бы, а может быть они богатые, а может быть там еще что-то, а может быть это... Но это вот можно понять только при условии, если человеку в приемной семье плохо. При таком раскладе я могу это понять. Но когда человек, воспитывающийся в приемной семье, живет хорошо, у которого все есть, которому по жизни все дали и так далее, и он при этом пытается найти своих биологических родителей, этого я вот, к сожалению, не понимаю и никогда не пойму. Зачем? Просто вот зачем? Если эти люди тебя предали, эти люди тебя бросили. Так или иначе, как бы ни сложилась их в жизни судьба сейчас, да, может быть они там оправились и клемались, они там богатые и так далее и прочее, 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 но все равно они тебя в свое время предали и бросили, просто зная это, если ты сейчас смотришь это видео, да, и ты тот самый человек, который разыскивает свои биологические родители. Просто вот пойми одно, что блин, они тебя бросили. Так или иначе, они тебя бросили, они тебя предали. Поэтому решай, конечно, сам, но я бы не стал искать своих биологических родителей. Вот такое вот мое мнение, ребята, такая моя позиция по данной теме. Ну что же, у нас на этом на сегодня все. Мы надеемся, это видео вам понравилось, может быть, кому-то оно было полезно, может быть, среди нашей аудитории есть люди из приемных семей, вот всякое может быть. В общем, ребята, на этом у нас на сегодня все. Будем на этом заканчивать и прощаться. Всем удачи и до встречи в следующих видосах. Субтитры сделал DimaTorzok